Здравствуйте! Это программа «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. Начнем с наших зарубежных новостей и отправляемся в Египет на АЭС Эль-Даба. Это самый крупный проект Росатома в Африке. АЭС располагается у берега Средиземного моря, примерно в 100 километрах от Александрии. На площадке сооружения атомной электростанции под названием Эль-Даба. Большое событие. Старт строительства четвертого, последнего по проекту энергоблока. Росатом признанный лидер в области мирового атома. Подготовка к строительству четвертого энергоблока началась несколько лет назад. Но основная фаза сооружения стартует именно с этого момента. Или, как его называют атомщики, первый бетон. Эту площадку на побережье Средиземного моря, в 200 километрах от Каира, египтяне выбрали еще в 80-х годах прошлого века. Контракт на строительство АЭС Эль-Даба был подписан президентами в 2017-м. С этого дня Росатом здесь строит одновременно четыре энергоблока. По правам этот проект теперь можно называть одной из самых больших атомных строек в мире. Компании уже заключили соглашение с Росатомом и реализуют здесь самые разные работы. Взаимодействуют наши вузы. По контрактам мы должны подготовить около полутора тысяч специалистов. Это вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга. Задействованы наши предприятия. В первую очередь машиностроительного комплекса, Эржорские заводы, Атомоэнергомарш-Спецсталь. Идет долгосрочное создание оборудования, тяжелого оборудования для всех четырех блоков. Атомная станция Эль-Даба, напомню, первая в Египте и вторая на всем африканском континенте. Строится она по российскому дизайну с реакторами типа ВВР-1200, поколение безопасности 3+. На площадке трудится более 18 тысяч рабочих, более трех тысяч из них русские специалисты. Этап строительства не прерывается ни на минуту и идет с опережением графика. Все-таки это Африка, обуславливаются высокие температуры, море теплое, очень соленое. Это оказывает свои, скажем так, сложности и вызовы для нашего проекта. Четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт на этапе промышленной эксплуатации будут ежегодно вырабатывать до 37 миллиардов киловатт-часов, что обеспечит до 10% энергопотребления Арабской Республики Египет. Ввод блоков по планам должен начаться в 2028 году. А на другом континенте, в Южной Азии, в Республике Бангладеш, Росатом завершил бетонирование наружной защитной оболочки на втором энергоблоке АЭС РУКУР. Причем на пять дней раньше запланированного срока. Это удалось сделать благодаря объединению заливки двух последних ярусов. А сейчас возвращаемся в Россию. На Балтийском заводе заложили уже шестой атомный ледокол нового поколения проекта 22-220. Это произошло накануне дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Имя ледокола получил соответствующее – Ленинград. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. В скором будущем ледокол «Ленинград» отправится нести вахту в Арктику. И уверен, он будет гордо носить свое славное имя. В 2025 году заложим еще один корабль и назовем его «Сталинград». Универсальные атомные ледоколы нового поколения – самые большие и мощные ледокольные суда в мире. Они способны преодолевать ледовые преграды толщиной более трех метров. Главная задача ледоколов – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике по Северному морскому пути. «Заложен пятый серийный, за ним пойдет шестой серийный. Впереди не атомные ледоколы, ледокол-лидер с супермощностью. Все это часть большой, серьезной работы по обретению суверенитета нашей страны». Сейчас первые атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал» уже работают во льдах. Якутия достраивается на плаву, Чукотка готовится к спуску на воду. И вот заложен Ленинград. А в 2027 году на воду будет спущен ледокол «Россия» проекта «Лидер». Он в два раза мощнее атомных ледоколов нового поколения проекта 22220. Ледокол может ходить во льдах толщиной более четырех метров. Сейчас на машиностроительном заводе готовятся к отправке первые партии оборудования для реактора атомохода. На подмосковном машиностроительном заводе изготовлена первая партия стержней, компенсирующих групп ядерного реактора для новейшей реакторной установки «Ритм-400» проекта «Лидер». В ближайшее время продукция будет направлена в ОКБМ «Африкантов» для монтажа стержней в компенсирующие группы внутреннего блока. После чего готовые изделия установят в реактор строящегося мощного головного ледокола «Россия». Мы изготавливаем два комплекта, потому что на перспективном ледоколе «Россия» будет две реакторные установки. Соответственно, будет два комплекта стержней. Мы делали аналогичные стержни. Да, они немножко отличаются по конструкции, они подлиннее, чуть-чуть посложнее. Но пришлось заранее прорабатывать, заказывать специальную оснастку для изготовления этих стержней и готовиться к производству. Проект «Лидер» предусматривает строительство ледоколов, способных преодолевать льды толщиной свыше 4 метров и прокладывать канал шириной около 50 метров, что обеспечит круглогодичную проводку крупнотоннажных судов по всей акватории Северного морского пути. А сейчас о других новостях атомной отрасли. «Росатом» принял участие в дне строительства на выставке «Россия». Он прошел в павильоне «Атом». Специалисты госкорпорации рассказали о достижениях на мировом рынке строительства АЭС, а также о цифровых решениях, которые применяются на стройплощадках. «Росатом» в прошлом году добыл более 2,5 тысяч тонн урана и тем самым перевыполнил план. Этого удалось достичь в том числе благодаря инвестициям в производство и применению новых технологий. Около 700 зарубежных атомщиков прошли обучение на российских АЭС в прошлом году. Это поможет им в дальнейшем эффективно управлять энергоблоками российского дизайна ВВР-1200, которые сегодня «Росатом» сооружает в странных партнерах. «Росатом» примет участие в развитии атомных городов Пивека и Билибина. Правительство Чукотки и «Росэнергоатом» подписали соответствующее соглашение. «Росатом» профинансирует мероприятия по улучшению инфраструктуры и повышению качества жизни людей в этих городах. Рука об руку не только в профессии, но и в семейной жизни. В павильоне «Атом» чествовали золотых и серебряных юбиляров. Это семейные пары, где и муж, и жена – атомщики. Кто-то из них пожил вместе четверть века, кто-то – полвека. Но главное – это счастливые годы совместной жизни. 50 лет – это не просто цифра. Это жизнь в 50 лет вместе. Мы познакомились на катке. У нас детская любовь. Ей было 14, мне было 15. И вот до сих пор мы вместе. Я его люблю за то, что это мой тыл. Он впереди меня, я за ним так иду. А он? Ну, а это у меня круговая оборона. Работа очень сплотила дополнительно. Ну, я восхищаюсь им сейчас вот как специалистам. Очень крутой специалист. Я тоже как инженер-атомщик, я могу это оценить. Мне, наверное, попал счастливый билет. И до сих пор мы вместе. Это же очень классно. Мы счастливы. Мы всегда вместе, друг с другом. Из-за друг друга. Всегда. Историю любви атомных пар теперь смогут увидеть и посетители павильона «Атом». Об этом будет рассказываться на плазменных панелях. На этом все. О других новостях атомной отрасли расскажем в следующем выпуске.